Здорово, бандиты! Меня зовут Никита, сейчас мы находимся в лаунж-клабу город Новочеркасск. И как вы уже поняли, на эту хуйню обзор мы снимать не будем. Будем снимать обзор на две эти замечательные чашечки, которые я вчера приобрел в Ростове у официальных представителей компании Космошоп. Эта компания уже давно известна производством чашек, ручной работы. Материал, который используют для их производства фаянсы, прокрытый глазурью. У нас две модельки их. Вот такая Пика, которая идеально подходит под крепкие забивки. Расход у нее примерно 15-20 грамм. Вчера я на ней целый день курил Таджуху. А это Алиан, который идеально подходит под оверы, ну либо для соло-покуров. Давайте приступим к забивке. Первая на очереди у нас Алиан. Будем курить мы нахлом. Нахло-микс ледяной арбуз с мизовским апельсином. Курить мы будем на фольге. Все вы знаете почему. Ну если вы, конечно, смотрели предыдущий выпуск, потому что я старой закалки пацан. Будь, сука, мужиком, блядь, скажу так. Вот, блядь, чашу, блядь, сделали. Вот так, с набогом. Вот мы забили чашечку, разровняли все. А что мне, блядь, радь, нафиг? Что, сучары, вот, блядь, забил чашку, блядь, разровняли, блядь. Вот, блядь, 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 блядь. Вот, блядь, блядь. Готово. Вот такая шляпа у нас получилась. Сделать будем, естественно, на фольге. Если вы смотрели мой предыдущий выпуск, там четко сказано почему. Ну а пока прогревается наша чашечка, забьем пику. С пикой у нас уже разговор посерьезнее. Мы будем курить танджуху. Вкус у нас будет киаминт, груша и брамбро-берри ягодки. Киаминт я всегда кладу под низ, так сказать, нижний слоец. Ну это чисто моя приколюха, не знаю, там может кто-то скажет, что ты ебанки, то сделаешь, хуй ебанку. Ламбро-берри. Ну и пир. Это груша, кажется. Я в английском не силен. По-моему, груша. Перемешиваю. Опять закрываем дырку. Плюс этой чашки, то что у нее можно охуенно трамбовать. И это продлит время прокура этой чашечки, этого табака. Не, ну часа два мы ее вчера покурили. Вот что у нас получилось. Охуенно. Ладно, чтоб табак не высыпался. Чуть-чуть я его припрессовал, придавил. Опять же, курим на фольген. А, кстати, на пику колодку нельзя поставить. На Алия, на предыдущую чашечку можно поставить колодку. Ну, на все чашечки, которые производят Космошоп, колодка идет кроме пики. У них большой ассортимент всяких охуенностей чашечек. Есть квадратные чашки с персонажами Марвел. Ну, правда, я не курил на них, не знаю. Но говорят, пизд***. Чашечка забита. Ставим ее на такого же красавца, как и тот. Ну вот, мы поставили уголек на нашу чашечку. Делаем на четырех углях. Прогреем его несколько минут. Потом скинем уголечек. И будем на троих угольках курить. Вот мы подраскурили нашу таджуху. На охуенностей чашечке пика. Что я могу сказать свои впечатления? Вкус охуенно передается. Несмотря на то, что я уже курю его несколько минут на четырех углях, я не чувствую, чтобы он горел. Табачок. Крепость. Ахуенно. То, что надо. То, что я и ожидал. Давайте я позову моего неэксперта, он будет сидеть курить, и я вам буду рассказывать. Вот он мой неэксперт. Давайте он пока покурит, распробует его, а я вам расскажу. Чашка, по хуенно, подойдет для покуров компании. Четырех человек, к примеру. Из-за того, что табачок там трамбуется, время курения увеличивается на минут 30-40. Ну, два часа за хуенно хватит, чтобы накуриться его. Как я уже и сказал, крепость передается. Вчера мы ее курили, эту чашечку. Ну, мы его так курили, где-то часа два, и все время мы чувствовали вкус. Конечно, крепость со временем пропадает, как и у любого табака, но вкус чувствуется, и как бы такой приятный. Всем говорит, мнение такое сложилось интересное. На самом-то деле, потому что там, где у меня всегда был табак. Табаком, который я не любил, считал, что все это полная шляпа. Из-за того, что горчит горло, и просто было неприятно его курить. И тяжесть по себе в итоге не окупала. Но вот с этой чашкой, несмотря на то, что он на четверых рублях, чувствуется его крепость, чувствуется отбрюмность вот эта вот, и все идет легко. Все легко в тебя заходит, и выходит. Впечатления классные. Поэтому для тех, кто однажды попробовал Танж и решил его больше не пробовать, очень советую еще раз сделать это на этой чашке, и, возможно, поменять свое мнение. Порой, чтобы себя переселить, я говорю, что тут новое, достаточно попробовать еще раз, как это сделал я, и думаю, что Танж войдет в список моих любимых табаков на этой чаше. Ну вот, и подытожим. Alien, предыдущая чашка, охуенно подходит для соло-покура, для забивки там у себя дома, чтобы ты посидел там один, перед работой, перед учебой, либо там между партом, или там перерывами между работой, заскочил, шабанул минут 30 и пошел дальше по своим делам. Это Alien. Pika. Pika охуенно подходит, как я уже и говорил вам, уже, наверное, раза три. Ту же фразу охуенно подходит. Скажу сейчас, пиздата подходит для покура большой компании. Ну что, всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, курите правильный кальян только в Lounge Club. Всем густого, до свидос, ребята. Всем пока.